Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского в студии Динара Сартаева. Сегодня выпуски вы увидите. На выходных в Караганде состоялось открытие аллеи футбольного клуба «Шахтер». Во Дворце культуры Караганды состоялось торжественное вручение почетных грамот Акима области. Караганду посетил известный российский рэп-исполнитель Вадим Слим. Для жителей Карагандинской области День шахтера является особенным праздником, ведь становление всех ее городов неразрывно связано с развитием угольной промышленности. Аким области Баужан Абдишев посетил города Сарань, Абай и Шахтинск, где поздравил всех шахтеров с этим праздником. Материал Марка Брюшко. Николаев с Бородской живет в городе Сарань почти всю жизнь. Общий стаж его работы на предприятии угольной промышленности составил 48 лет. Человек сильной профессии пришел на площадь для того, чтобы поздравить своих коллег по работе с профессиональным праздником. Нормально, очень хорошо, замечательно, настроение подавается, просто хочется жить на свете. И отдавать добро людям, хорошим людям отдаваться, чтобы жизнь была замечательной между нами. Во время праздника на площади перед ДК Сарани были организованы праздничные торговли, спортивные состязания по Асыкам, Тухаскумалаку и шахматам. Ветеранов угольной промышленности поздравил Аким области Боржан Абдишев. Этот праздник, любимый праздник всех карагандинцев, который мы ждем с особой любовью, с особой теплотой. Наше развитие, наше становление и наше будущее, конечно же, связано именно с шахтерским трудом. Благодаря ветеранам шахтерского труда, честь и слава им, которые мы дорожим и всегда помним и чтим, мы сегодня, наше развитие связано именно с этим. Также глава региона отметил, что в настоящий момент проводится огромная работа по улучшению жизни шахтерских городов. Большое внимание уделяется благоустройству улиц и созданию всех социальных благ для населения. Благодаря поддержке областного Акимата в этот торжественный день в шахтерском городе состоялось открытие фонтана на центральной площади Дворца культуры. Администрация города Абай специально к празднованию Дня шахтеров тоже не оставила своих горожан без сюрпризов. Утром в торжественной обстановке состоялось открытие аллеи «Шахтерская слава», в центре которой возвели монумент к героическому труду шахтеров. И сегодняшняя аллея шахтеров, которая была открыта в Абайском районе, это дань уважения мужественному труду, мужественным шахтерам, которые, не взирая на годы, трудятся во благо развития нашего Казахстана. Следующим пунктом посещения Акима области стал город Шахтинск. Ученики детской художественной школы города вручили главе региона картину. Буаршан Абдежев побывал на открытии нового сквера и новой детской площадки. Аким области поздравил жителей Шахтинска с праздником, пожелав им здоровья и процветания. Во всех городах праздник завершился масштабным салютом. Марк Бешкол, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На выходных состоялось открытие аллеи футбольного клуба «Шахтер». События приурочили к 55-летию футбольного клуба «Шахтерской столицы». Яркое шоу, необычный мемориал для любителей поиграть в мяч и самих футболистов. Первыми прошлись по новой аллее те, в честь кого и был назван этот сквер. Амина Смакова подробнее. Открытие аллеи включило в себя сразу два события. Это преддверие праздника дня «Шахтера» и юбилей футбольного клуба «Шахтер». Поздравить карагандинцев и именитую команду приехал Аким Карагандинской области Боржа-Набдежев. Аким поздравил и горняков, и футболистов. Я еще раз хочу поздравить дорогие карагандинцы, дорогие шахтеры, всех вас с профессиональным праздником, с нашим праздником, с Днем Шахтеров. Вы знаете, что все это сегодня независим в Казахстане, вся возможность, которую уникально мы сегодня имеем, это возможность приветствовать на этой сцене, на этой площади, на аллее, которую мы сегодня открыли в честь нашего футбольного клуба «Шахтер». Каждый из них шахтерцы, которые стоят за мной, это тоже шахтеры, профессиональный праздник, который завтра отмечаем мы. Самым приятным для карагандинцев стал специально приглашенный гость-земляк, мастер международного спорта Геннадий Головкин. Немаловажными для футбольной команды «Шахтер» стали слова на путстве от боксера перед вылетом на ответный матч с командой «Селтик». Благодарство за то, что построили и дарят нашему городу такие прекрасные вещи, как эта прекрасная аллея. Ну и, конечно же, хотелось бы пожелать удачи нашему прекрасному клубу. Я думаю, они недаром носят чемпионское звание, так как они это доказывают на международном уровне. Давайте пожелаем им удачи, а мы только присоединимся. Специально для горожан в этот день была устроена замечательная концертная программа. В том числе на сцене стояла одна из лучших в свое время группа «Дос Мукасан». Открытие удалось на славу, даже несмотря на испортившуюся погоду. Амина Смакова, Шланамандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Во дворце культуры Караганды состоялось торжественное вручение почетных грамм от Акима области. Лучших из числа шахтерской профессии лично поздравил глава региона Боржан Абдишев. Подробнее в следующем материале. Людмила Шалимова посвятила углю около 40 лет своей жизни. Женщина выходит из династии шахтеров. Для меня День шахтера – это всегда самый трогательный, самый душесчипательный праздник. Потому что столько жизни отдано за добычу этого угля. И не каждый может побороть себе вот это чувство скованности или страха перед спуском в шахту. Потому что это чувство дискомфорта, что над тобой вот эти многотонные пласты, многометровые пласты земли. И вот это в любой момент может сдвинуться, пойти куда-то. Не каждый человек может преодолеть это чувство. Лучшие и заслуженные работники горнодобывающей промышленности получили из рук Акима области почетный грамот. Глава региона Боржан Абдишев рассказал, что карагандинские шахтеры всегда поддерживали реформы нашего президента. Уголь – это стержень индустриальной мощи Карагандинской области. Ежегодно в регионе добывается в среднем более 30 миллионов тонн угля и четверть от общего объема, выдаваемого на гора в нашей стране. Шахты Карагандинска угольная бассейна и другие горнодобывающие предприятия прочно занимают свою нишу в структуре экономики нашей области. Повсеместно обновляется техническая база, направленная прежде всего на безопасность работы. Внедряются новые технологии, поднимается рентабельность производства. И это все, конечно же, и линия времени. Приглашенных шахтеров развлекали музыкальными, вокальными и хореографическими номерами. Марк Брюшко, Жуслан Мадыков, Марат Кулкинов, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Субтитры подогнал «Симон» Караганду посетил известный российский рэп-исполнитель Вадим Матылёв, более известный под сценическим псевдонимом «Слим». Его выступление собрало в Карагане толпы поклонников. За несколько часов до своего концерта артист встретился с карагандинскими журналистами и ответил на интересующие их вопросы. С исполнителем встретился и наш корреспондент. «Образ жизни». Музыкой «Слим» начал увлекаться еще в 1993 году с прослушивания альбомов Public Enemy, Run DMC, IST, Snoop Dogg, IceCube и многих других. В конце 96-го года вместе с «Лексусом» он создает группу «Домовая завеса». В 97-м группа дебютирует на сборнике «Просто рэп». С начала 1999 года «Слим» экспериментирует с написанием минусов. Вдохновение исполнитель находит в окружающей жизни. «Ну, говорят, что есть общее информационное поле, откуда у творческих людей с ним есть какая-то связь. Что ты берешь информацию, ее как-то обрабатываешь, потом выдаешь. Может быть так, не знаю. Ну, приходит в голову, в общем, что-то. Как-то приходит и хорошо, что приходит». Выступает исполнитель в Караганде впервые. Артист отметил, что город ему понравился. До этого он был проездом в Тимиртау. Не обошлось и без вопросов о прошлом. О своей жизни в группе «Центр» Слим говорит открыто, однако сразу же рассказывает – было тяжело. У всех свое видение рэпа, поэтому ему гораздо комфортнее быть сольным исполнителем. «Мне намного комфортнее работать сольно. Я очень доволен, что у меня это получается, потому что я боялся, что не получится. В итоге все получилось. В группу не собираюсь пока ни в какую. И в группе тяжело работать. Это несколько человек, у всех свои какие-то заморочки». Исполнитель поделился и планами на будущее. В январе планируется выпуск его нового альбома. «Отличается тем, что звучание более, наверное, жесткий, более серьезный. Центропон такой типа, ну, не знаю, какой-то… Не, он хороший, мне очень нравится, но он, наверное, более веселый. Не знаю, в общем, надо послушаться, но он другой, реально другой. И продакшн немножко другой, и звучание. В какой-то момент разговор перешел на серьезную тему, например, о наличии ненормативной лексики в текстах композиции исполнителя. «В треках мат должен быть уместен. У некоторых людей он просто, ну, не смотрится, ну, глупо выглядит. Режет ухо. Мне кажется, у меня вроде в меру. Но вообще я стараюсь сокращать. Ну, так не везде у меня мат, в общем». На концерте в Астане, который состоялся за день до карагандинского, исполнителю понравилось. Публика отлично приняла рэпера. Пользуясь случаем, Слим поздравил всех карагандинцев с праздником Дня Шахтера. «Поздравляю шахтеров всех с профессиональным праздником. Очень уважаемая мной профессия, опасная. Желаю вам успехов в работе, достижения всех поставленных там, что там, план. Я не знаю, сейчас есть это там, раньше же там план себе ставить. Вот перевыполнение всех поставленных планов, получение всех премий и сверху, вот, чтобы уголь не кончался». Марк Бюшко, Жаслана Мандыков, Марат Кулкенов, 1-й Карагандинский. В Караганде состоялась торжественная церемония награждения компании-победителей городского конкурса «Лучший благоустроенный объект бизнеса». Всего в конкурсную комиссию подали заявки на участие 16 предпринимателей города. В итоге победителями стали 6 объектов предпринимательства. Анастасия Пак не может сдержать своей радости. Ее предприятие заняло первое место в одной из номинаций конкурса «Лучший благоустроенный объект бизнеса». «Наша фирма открылась давно, но в этом году, 1 октября, мы переехали на новое место. И мы строили фасад, здание, просто не могли не сделать его самым красивым, потому что у нас дизайн-студия, виола. И мы просто не можем позволить себе некрасивый фасад, некрасивое здание, поэтому мы постарались». Организаторами конкурса выступили аппарат Акима района имени Казабекби, города Караганды и компания «Фез Казахстан». Проведение этого мероприятия является логическим завершением мероприятий, запланированных в рамках меморандума между двумя сторонами. «Мы преследовали две цели. Во-первых, первая цель – это благоустроить Караганду. Потому что, как вы знаете, Караганда – это наш родной город, город, с которого началась компания. Я еще хочу подчеркнуть, что инвестиции в Караганецкий завод – это были первые инвестиции группы «Фез за рубежом». Второй целью явилось желание помочь малому и среднему бизнесу. Всего в рамках проводимого конкурса благоустроено около 2000 квадратных метров территории. В том числе выложено 900 квадратных метров брусчатки, обустроено почти 600 квадратных метров газонов и цветников, высажено 49 деревьев, установлено 37 малых архитектурных форм. Если вы бываете в городе, если вы видите приятные вывески с хорошим дизайном, цветовое оформление, благоустроенная территория, наличие лавочек, клумб – это все показывает ответственность бизнеса, как бизнес может не только развивать сам себя, но и помогать городу. Победителям конкурса были вручены ценные призы и дипломы, а всем участникам – благодарственные письма и памятные подарки. Марк Блюшко, Лужас Кабасов, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский. Карагандинский зоопарк отметил свой юбилей. Центральному зоопарку в этом году исполнилось 75 лет. Дом животных – почти ровесник шахтерской столицы. Свой день рождения зоопарк отмечает по-особенному. Концертная программа, конкурсы, детям раздавали цветные мелки, которыми они рисовали на асфальте. К этому празднику руководство зоопарка готовилось с особой тщательностью. Все-таки 75 лет – это немалый срок. Помимо юбилея, недавно тоже произошло радостное событие. Зоопарк пополнился новыми обитателями – двумя очаровательными львятами. Так что многие дети пришли не только на юбилей, но и для того, чтобы посмотреть на новых питомцев. Зоопарк – это второй зоопарк у нас в Республике Казахстан. Дата большая или маленькая – трудно судить. Есть зоопарки, которым уже больше 200 лет исполнилось. Однако наш зоопарк прошел тоже славный, длинный путь становления. Он пережил и военные годы, и годы становления, и разруху 90-х годов. И все-таки мы вышли победителями. Наш зоопарк развивается, строится. Год от года становится все лучше и лучше. Финансовая полиция Карганинской области поощряет жителей региона в виде денежного вознаграждения за доносы. Доносы подразумевают некие сообщения о фактах коррупции в разных организациях. Благодаря таким вознаграждениям люди должны сами активно искоренять коррупцию в стране. На поощрение казахстанцев, содействующих органам финансовой полиции, государство выделило 32 миллиона тенге. Плюс такой кругленькой сумме гарантируется конфиденциальность и защита государства. Правда, есть некоторые нюансы. Если человек захочет сообщать о том или ином факте коррупционного действия, ему нужно будет в обязательном порядке представиться, указать свое имя. Без него заявление рассматриваться не будет. Здесь предусмотрено именно обращение граждан официально. А, официально. Да, поэтому, когда человек официально обращается с заявлением, и впоследствии уголовного дела рассмотрено в суде, или административный материал также рассмотрен в суде, значит, после этого выплачивается уже материальное денежное вознаграждение. На этом у меня все. Далее с новостями спорта вас ознакомит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal – Galvin – Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Караганитский шахтер между играми Лиги чемпионов старается набирать очки в чемпионате Казахстана. В минувшие выходные горняки с смешанным составом обменялись голами с паладарским мертышом и прибавили себе еще одну очко. За день до игры основных команд встречались дублеры Караганитцев и Павлодарцев. Превосходство хозяев было неоспоримым. Как итог – 5-0. Разгромная победа дублеров чемпиона. Первой команде, увы, не удалось так же легко и непринужденно обыграть своего оппонента с севера. Хотя открыт счет в матче суждено было все же хозяевом. Евгений Тарасов зажег свою фамилию на табло стадиона «Шахтер». Гостью сумели ответить голом молодого полузащитника Куаныша Бегалина. В перерыве матча слово предоставили почетному гостю, чемпиону мира, непобедимому боксеру Геннадию Головкину, которому была вручена именная майка футбольного клуба «Шахтер». Второй тайм проходил в центре поля с большим количеством брака в передачах обеих команд. Ничья – закономерный итог матча. Хозяева не наиграли на победу, а гости воспользовались своим шансом. Следующую игру «Шахтер» проведет в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов в Глазго, где местный «Селтик» попытается отыграть дефицит в два гола, пропущенных в Астане. Матч пройдет 29 августа в 00.45 по времени Астаны. Чемпион Казахстана двух последних лет отправился в Шотландию. В Караганинский международный аэропорт Царя Арка для однопутственного слова приехал Яким Караганинской области Баужан Абдишев. Еврокубковый путь чемпиона Казахстана начался с блестящего противостояния с Борисовским Бате, в котором подопечные Виктора Кумукова сумели победить в обоих матчах. Спустя месяц горняки, уже обеспечив себе групповой раунд Лиги Европы, бьются за честь представить первый казахстанский клуб в самом престижном футбольном турнире Старого Света Лиги чемпионов. Победив в Астане «Селтик» с удобным счетом 2-0, караганинцы отправились в Глазго для подтверждения своих претензий на выступления в Лиге чемпионов. Главный тренер караганинского клуба Виктор Кумуков пообещал биться до последней минуты. Каждый будет биться, драться, выкладываться максимально. И все мы вместе сделаем все возможное для того, чтобы достичь необходимого результата. Мы за этим туда летим. Не просто посмотреть в Глазго и вернуться, а именно сыграть так, как надо. Я думаю, ни один человек просто так туда не летит. Будем надеяться на общую победу, которая выведет нас в Лигу чемпиона. На днях шахтерскую столицу посетила мировая звезда профессионального бокса, один из самых знаменитых караганинцев в истории города, чемпион мира Геннадий Головкин. Трипл-Джи, как его называют американские СМИ, в преддверии очередного боя, который запланирован на 3 ноября, посетил родной город. Геннадий был присужден в титул почетного гражданина города, а Ким Караганинской области Ваужан Абдишев на официальной пресс-конференции поздравил Геннадия с очередным титулом и пожелал больших побед в будущем. Чемпион мира в ответном слове подчеркнул, что он никогда не забывает свои корни и поблагодарил местных болельщиков. 2 ноября запланирован бой в Штатах, в городе Нью-Йорк, на арене Мадисонской гады. Оппонент очень серьезный, американец. Он считается у них звездой своего рода, придется боксировать на их территории. Но я думаю, что все получится успешно. Меня, конечно, честно говоря, очень сильно поддерживает поддержка. Всех карагандинцев, всех казахстанцев это 100%. Я никогда не добывал, откуда я родом. Я всегда понял, откуда я вышел. Я всегда понял своих тренеров, особенно перед боем. Когда настраиваешься на бой, есть время подумать. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 4206-49. Всего доброго, до свидания. Аман Саубамсдар. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!